Всем привет дорогие мои зрители, меня зовут Сергей Трейсер. Ребята, прошли на данный момент ровно сутки с того момента, как я опубликовал видео, как я переночевал в торговом зале супермаркета Олди, это строительный супермаркет. Я думаю многие из вас видели это видео, если не видели, посмотрите, там ссылка где-то в описании будет или где-то тут на экране можно будет нажать. В общем, в чем суть этого видео? Прошли ровно сутки, охранники из Олди меня искали в моей старой школе, где я когда-то учился. В общем, им там, насколько мне сказали, не дали информацию про меня никакую, но все же они как-то умудрились найти мой житомирский старый адрес, приехали в общем к моей маме, оставили номер телефона и сказали, чтобы я им перезвонил. В общем, сейчас я буду им звонить и я решил записать этот разговор на видео, потому что, ну, скорее всего, я думаю, он будет интересный. Если он будет неинтересный, то просто видео не опубликую. Набираем номер. Тут такой еще, кстати, вот номер очень красивый. Я вам не буду его называть. В общем, звоню, включаю громкую связь. Алло, добрый день. Добрый. А вы просили, чтобы вам позвонили. Меня зовут Сергей, да, это я. Да, привет, как мне дела? Дела хорошо. Вас как? Да, я знаю, что вас Андрей зовут, мне сказали. Ну, с твоим событием, как бы, ну, ты, ну, где-то отметился, ты, сначала, мне сейчас нужно более 10 человек, знаешь? Из-за этого. Представляю. Ну, хочу, чтобы ты отметил к этому с пониманием, потому что не все... Я понимаю, то есть, на самом деле, смотрите, сам факт того, что я удалю, как бы, он, как бы, ничего уже не поменяет. То есть, увольнять или нет, это только ваше решение. Конечно же, я, например, склоняюсь к тому, чтобы вы не увольняли. Ну, вы так же самое, логично понимаете, что удаление этого видео, ну, вообще, как бы, по факту ничего не меняет. Ну, нас устроит это. Вас устроит. Ну, понимаете, есть такой момент, что меня это не совсем устроит. Ну, все, нет вопроса. Все? Да, Рома, мне жалко твоих, понимаете? Что? Я последнюю фразу вот эту, короче, не услышал. Ему жалко. Да, очень жаль. Очень жаль. Знаете, меня смутило немножко то, что меня почему-то искали. Видимо, раз они меня так сильно искали, не так уж им это и надо, чтобы я удалил видео. Даже не убеждали? Да, даже, ну, то есть, логического никакого довода. Не знаю, может, мне там как-то будут пытаться угрожать потом или что-то такое. Не жалко твоих, понимаете? Не жалко твоих, понимаете? Пересмотрел я все-таки видео. В общем, как-то там непонятно, что он сказал. Вроде как, не жалко твоих. Алло, Андрей, а я вот, вы так трубку бросили неожиданно. Я последнюю вашу фразу не расслышал. Мне показалось или вы мне там... Я вам пожелаю здоровья. А, здоровья. А то мне показалось, что вы угрожали. Я понял. Хорошо, тогда и вам тоже здоровья. Все, всего хорошего. Всем доброе утро, ребят. Вчера вот эти разговоры я записывал, потому что я очень паранойный человек. И, как оказалось, не зря. В общем, суть в чем? Мне вчера вечером приходит сообщение. Читаю. Уведомляю вас о том, что завтра вся личная информация о вас, вашего окружения, родные и близкие, информация, касающаяся их, может стать публично доступной для всех желающих на популярных сайтах. Интересно, на каких популярных сайтах? Ты бы хоть написал там, не знаю, ВКонтакте или что? Бог выкапляем. Желающих на популярных сайтах. Дальше, короче, моя фамилия, имя, отчество настоящее. Ну, как бы, для многих не секрет, что Tracer это не настоящая моя фамилия, это всего лишь псевдоним. Ну, я думаю, знаете, раскрыть фамилию, ну, что тут такого? У всех же у нас есть фамилия. И мой домашний адрес. По скриптам. Все зависит от тебя. В общем, можно уже оценивать, наверное, не знаю, как угрозу. Номер телефона какой-то левый, я сразу же попытался на него позвонить, и, ну, как ни удивительно, он оказался выключенным. Суть в чем, что в Украине при покупке сим-карты не нужно предъявлять паспорт, и по номеру, как бы, вычислить человека, ну, скажем, сложнее немножко процедура, нежели в России. После чего мне пишет вконтакте сестра моя, родная, которая живет с родителями в Житомире, и говорит о том, что нам кто-то разрисовал баллончиком двери. Далее она мне прислала фотографию. В общем, я, конечно же, догадался, ну, в чем суть, если меня тут искали, потом приезжали к моей маме, оставили телефон. Но я не говорю, что меня там умолять нужно, чтобы, знаете, я удалил видео. Честно, если мне человек логически, ну, довел бы, что да, там, так и так, надо удалить видео, без проблем. Человек, как бы, даже не пытался со мной разговаривать. Как правило, начальники охраны, это либо бывшие менты, либо это какие-то военные. Они привыкли, либо когда их кто-то гнобит, и они подчиняются, либо других подчинять. В принципе, тут как-то вышло, что, ну, я, наверное, не подчинился ему. Привык дяденькой командовать всеми всю жизнь. Как он сказал, мне жалко твоих, и дальше вот пошли такие действия. Сперва там разрисовали двери. Потом, кстати, вот сегодня мне уже начали с какой-то левой странички начали распространяться мои данные. То есть, житомирский адрес, где я раньше жил, мой личный номер телефона. Ну, я, конечно же, на звонки не отвечаю, это все, не беда. Честно, я не понимаю, если ты реально взрослый мужик, блядь, да разберись ты нормально. Взрослый, настоящий мальчик пошел, насрал моим родителям. Что моя мама, бедная, вынуждена была оттирать эти двери. И, кстати, вот, ребята, вот та страничка, которая ВКонтакте распространяет мои данные, на ней фотографии есть, как моя мама вытирает двери. То есть, реально, моих родителей в Житомире преследуют. Я не знаю, может, они меня там ожидают увидеть. То есть, ребят, я нахожусь в Харькове. Если вы хотите реально со мной разобраться, разбирайтесь со мной. Потому что, не знаю, если я начну опускаться до ваших методов и, как бы, выносить жизнь, то есть, там, вот, ребятам, которых уволили. Кстати, по поводу увольнения, мне очень жаль того, там, человека, которого уволили. Ну, как говорят, там, 10 человек уволили. На этой страничке ВКонтакте написано 15. Меня хотят, чтобы я удалил видео. То есть, если я удалю, в принципе, видео, по факту, что это изменит? Информация до начальства, что случился такой инцидент, дошла. Как бы, удаление видео ничего не меняет. Если кто-то хочет уволить людей, потому что я не удалил видео, то это только его желание. Со мной даже, в принципе, никто не пытался связаться, как-то, знаете, поговорить, типа, там, на тему удаления видео. В общем, я не знаю, что дальше делать. На самом деле, я их не боюсь. Мне просто, как бы, немного жалко моих родителей, что вот моей маме пришлось, там, отирать вот эти двери стоять. И, возможно, на этом все не кончится, я не знаю. Но, если, в принципе, это сегодня или когда не остановиться, я проконсультировался с людьми. У нас в стране, в принципе, таким, знаете, никто заниматься не будет. Будет там, как жалоба просто подана или что. Я найму адвоката, нужно будет, не знаю, двоих, троих. И пойду реально накатаю телегу, потому что, ну, мне жалко моих родителей. Я не понимаю, почему мои родители должны отдуваться за меня. Если у вас есть какие-то претензии, ребята, ко мне, вы можете лично со мной связаться. Было бы желание, нашли бы, как бы, способ. Тем более, что номер телефона тоже имеется. В общем, как-то так. Не знаю, что делать. Не хочется, честно, опускаться до их методов. Хотя, если опущусь, то, наверное, будет темное. К чему, в общем, это все? Не знаю, поделился с вами последствиями, что иногда бывает после такого, можно сказать, безобидного частичного видео. Не знаю, кому я плохо этим сделал. Извиняться ни перед кем не собираюсь, потому что, знаете, я бы извинился. Возможно, даже удалил бы видео, если бы там, не знаю. На этом, наверное, все. Если еще будут какие-то новости интересные, я с вами в будущем обязательно этим поделюсь. Надеюсь, мой пример послужит тому, что не стоит, как бы, там где-то лазить, что-то чудить такое противозаконное слегка. Хотя, в принципе, знаете, за свои действия я готов понести наказание. Потому что я перед тем, как сделать это, ну, детально изучил этот вопрос, что мне может быть. В общем, ладно, что-то я заговорился. Пойду монтировать новое видео. Сегодня, может, вечер успею и опубликую. В общем, да, с вами был Сергей Трейсер. Всем пока.